Привет, Страж! С тобой снова канал Трипл Вайб, я Джонни Лейни с похорошевшим голосом. Теперь я могу интенсионно отрабатывать каждый проплаченный восторженный отзыв о Destiny 2. Ну а если к делу, то в этом видео я наконец поговорю с вами о режиме Гамбит, который Банжи привезли на демонстрацию на выставку Е3. Какая-то инфа об этом режиме у нас была и раньше. Мы знаем, что это смесь PvP и PvE режимов. Ну то есть 80% это конечно PvE, но те 20% что остаются на PvP являются все же ключевыми. Две команды из 4 игроков отправляются на рандомные территории, напоминающие арены, и соревнуются в их прохождении на скорость, попутно выполняя задания новой механики. Вначале вам объявляется то, на какую арену вы отправитесь, а вернее с какой расы предстоит сражаться. Всего их будет на старте 4. Как проходят сражения. Вы стартуете режим и попадаете на локацию, как раз таки напоминающую эту самую арену. Кругом начинают спауниться различные мобы, которых вам предстоит отстреливать. Команда противника в этот момент занимается тем же самым, но у себя на аналогичной арене. То есть большую часть времени вы никак не сталкиваетесь со второй командой. Вы убиваете мобов и собираете специальные выпадающие из них ресурсы, типа токенов. Их нужно собрать, вот прямо подбирать, как энграммы например, и относить в специальный банк приемник, который расположен в центре локации. У банка есть несколько порогов накопления, которые дают вам различные бонусы. Например, при достижении определенного количества собранных токенов, вы блокируете банк у команды соперника. Он у них просто закрывается, а на его месте спаунятся дополнительные мобы, которых необходимо будет убить, чтобы банк открылся вновь и вы могли продолжить задание. Вторым бонусом будет открытие специального портала. То есть, также по достижении определенного количества собранных и вброшенных в банк токенов, вы активируете портал, который ведет на арену соперника. Соответственно, один игрок из вашей команды сможет пробраться на поле боя другой команды и убить нескольких игроков, а то и все. Тут и включается тот самый элемент ПВП. Вам нужно будет иметь в команде хорошего ПВП-шера, который смог бы залететь к сопернику и быть там наиболее эффективным. Время этого самого вторжения будет ограничено 30 секундами. По окончании таймера в полминуты игрок будет возвращен к своей команде. Также вернуться к своим можно будет, если вы убьете всех четверых соперников или же погибнете сами, чего очень не хотелось бы, ведь при смерти вы растеряете часть собранных токенов. Главная же цель режима – наполнить банк до максимального значения очков и тем самым вызвать финального босса – первобытника. Схватка с ним тоже является отдельным испытанием, ведь во-первых он имеет довольно большой запас здоровья, урона потребуется много, а во-вторых урон необходимо вливать беспрерывно, иначе он очень быстро начнет отхиливаться и вы потеряете шанс закончить испытание быстрее команды соперника. Так что появляется босс, все стреляют в него, нельзя отвлекаться, нельзя вайпаться всей команде. Убиваете большого парня, стартуете следующий раунд. Каждая схватка в режиме гамбит состоит из трех таймов, то есть для победы одной команде нужно трижды завалить босса. В целом впечатление ото всех, кому удалось поиграть на стенде, только положительное. В гамбите найдет для себя занятие и ПВЕ-шер, и ПВП-шер. Тут есть где проявить себя абсолютно любому игроку, к тому же для одиночек завезут матчмейкинг, об этом волноваться не стоит. Как правильно заметили некоторые комментаторы, у меня в группе режим выглядит настолько интересно, что какая-нибудь другая студия могла бы сделать из этого вообще отдельную игру. Что ж, посмотрим каким режим игры окажется на релизе 4 сентября. А на этом пока все, не забудьте поставить лайк, подписаться если все еще не подписаны, и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До связи! Субтитры создавал DimaTorzok